Мы надеемся, что наши советы пришлись вам по вкусу и встречаем наших очередных утренних гостей. Это баскетболисты команды «Крылья Барса». Булат Галиев, Альберт Богоманов и Тагир Сабиров. Анатолий Винярский, тренер клуба «Крылья Барса». Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть. И приступаем к нашей беседе. Давно в этом спорте? Два года. Два года. Скажите, как вы пришли в этот спорт? Пришли в этот спорт как бы спонтанно. Я сам помимо баскетбола еще хожу в спортзал. Ну, у нас в поселке, в Юдине. И как бы вот там тренер мне посоветовал. Потому что есть вот команда по баскетболу на колясках. И как бы решил попробовать. И понравилось. Но история баскетбола на колясках вообще достаточно долгая. А вот правила игры отличаются от обычного баскетбола? Все практически то же самое. Кольца на той же высоте, площадка такая же. Просто единственное отличие в том, что мы на колясках. На колясках. То есть никаких поблажек, все так же абсолютно, так же надо добрасывать. Все правильно, да. Это очень интересно. Тренируете каждый день? Да. Да, каждый день. Ну, в принципе, в принципе, я не знаю отличия. Я пока вообще никаких отличий не вижу. Я вижу, что вы на соревнованиях бываете достаточно часто. Какие у вас, что для вас самое сложное в соревнованиях? Самое сложное? Есть команда из Питера. Так. Как ее называть? Давайте с этого начнем. Баски. Баски. Они чемпионы России. Мы как бы им уже, ну, почти с ними наравне играем. И как бы вот все время не хватает нам чего-то. То есть они серьезные соперники, да? Да, да, да. Да. Вам, знаете, вам стоит, наверное, как-то объединиться с хоккейным Акбарсом, с нашим, потому что их тоже, мне кажется, ожидает впереди питерская команда одна очень серьезная. Мне кажется, они смогут дать несколько подсказок. Вот я хочу с тренером поговорить. Скажите, пожалуйста, вот к чему готовитесь? И вот тяжело с ребятами вообще? Или как контактируете? Ну, не тяжело, потому что у них большое желание, большое рвение. Они полностью себя дают. Они живут этим спортом. Для них коляски. У нас вот в команде 13 человек. Из них 7 неходящие вообще. И вот для них передвижение – это просто как крылья. Они, ну, большие скорости, ну, большие комбинации. Ну, там интересно все очень. А каким соревнованиям готовитесь вот сейчас? Ну, ближайшие мы едем в Питер 11 мая. Там каждый год, ну, такие самые сильные команды. И там из Германии будут, из Финляндии будут команды. Ну, и с Россией ведущие. Это Москва, Тюмень. Это какой-то кубок, какой-то чемпионат? Нет, чемпионат у нас будет осенью. Может, финал как бы. А как вы настраиваетесь на игру, ребят? Есть ли что-то у вас, есть ли что-то у вас, вот, что называется такое действие команды? Вот команда перед выходом что-то такое делает, знаете, которая заряжает вас, что-то такое. Ну, обдумываем план игры, стратегию. И кричим. Смотрим кричок. Какая кричок? То есть есть кричок. Казань, вперед. Казань, вперед. Ребят, вы молодцы. И все-таки, ну, вот, самыми сильными соперниками все-таки питерская команда, да? И все, и все. Ну, есть еще Тюмень. Но мы как бы их... Обыгрывали уже. Обыгрывали. Ну, тогда все раз. С ними игра даются тоже не лег. Да, тоже не лег. Ребят, мы желаем удачи. Мы желаем удачи вам, как тренеру. Ребят, вам, конечно же, чтобы всегда на путьстве тренеров всегда воплощались в жизнь, это обязательно. Потому что он же всегда смотрит со стороны тренеров, ему виднее, прислушивайтесь, да? И что еще очень важно, всегда верьте в победу, и в один день баски падут, я в этом более чем уверен, падут под вашим натиском, под вашим напором. Мы вас верим и болеем за вас. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.